Российские бандиты и воры в законе, которые пропали без вести. В 1990-е годы Россия погрузилась в пучину криминальных войн. Страну наводнило множество бандитских группировок, вольготно себя чувствовали преступные авторитеты всех мастей. Немало представителей криминальной среды отправились с бандитских разборок прямиком на кладбище. Но были и те, чья судьба неизвестна, они до сих пор считаются пропавшими без вести. Резанный Гиви Берадзи по кличке Резанный был одним из самых ярких представителей российского криминала начала 90-х. Этот вор в законе своими повадками, манерами и стилем походил скорее на итальянского мафиози, чем на сурового законника, получившего жестокие жизненные уроки за тюремной оградой. Родился Берадзи в 1927 году в грузинском Зугдиде. Воровать начал с малолетства, был коронован в 1946 году, в возрасте 18 лет. Однажды в заключении он повздорил с одним из урок, и тот нанес ему несколько ударов ножом. Раны были серьезные, но Берадзи выжил. С тех пор он получил кличку Резанный. Еще в молодости он уехал в Москву, где и прожил большую часть жизни. Благодаря природному уму Берадзи приобрел большой авторитет в криминальном мире столицы. Он поддерживал тесные связи с одним из главных воров в законе Москвы, Анатолием Черкасовым. Толя Черкас. Страстью Резаного были карточные игры. Авторитет слыл блестящим каталой. Доходы Берадзи от карточных игр позволяли ему вести пышный образ жизни. Резанный спокойно относился к переменам в воровской среде и с началом становления рыночной экономики вкладывал немалую часть доходов в бизнес. В один из майских дней 1993 года Берадзи вышел из подъезда своего дома в центре Москвы, завел Жигули и уехал в неизвестном направлении. Спустя несколько дней милиционеры нашли его машину. Владельца в ней не было, а с замка зажигания свисали ключи. Позже их вернули семье. Следов самого законника обнаружить не удалось. Рогаченок без вести пропал и Олег Рогачев по кличке Рогаченок. В 1990-е годы он был одним из самых известных региональных авторитетов. Родился в 1969 году в Брянской области. К 25-му годам имел за спиной три тюремных срока. Одно время Рогачев пытался пустить корни в Санкт-Петербурге, но потом понял, что выбиться в люди гораздо проще будет в родных краях. К концу 90-х он стал криминальным королем Брянской области. Кроме того, поддерживал связи с белорусскими коллегами. С приходом нулевых положение Рогаченко стало неустойчивым. На его место стали претендовать другие авторитеты. В криминальном мире Брянщины началась кровавая междоусобица. Вскоре Рогачеву пришлось покинуть родной край. По некоторым данным, он проживал в Москве. К 2008 году ситуация в Брянской области улеглась, и Рогаченок решил вернуться обратно. В феврале 2008 года вместе с другом он отправился в город Клинцы на встречу с авторитетом Емелей. Больше Рогачева никто не видел, а спустя несколько дней в лесу недалеко от проезжей части нашли обгоревший автомобиль с двумя трупами. Однако установить личности погибших не удалось, поэтому авторитет по-прежнему числится пропавшим без вести. Сережа Люблинский и Сергей Ферсанов, более известный как Сережа Люблинский, родился в 1957 году в Москве. Первый срок получил в 17 лет. В 1994 году во Владимирском централе был коронован славянскими ворами в законе. С Ферсановым связан один из самых громких скандалов столичной криминальной среде начала нулевых. Люблинский затеял разборки с другим влиятельным авторитетом, Виталием Зверем Изгиловым, Махачкалинским. В мае 2002 года Ферсанов оказался в одном ресторане со зверем и будучи в состоянии алкогольного опьянения решил высказать тому свои претензии. Однако Махачкалинский быстро объяснил заношевому москвичу его неправоту. Люблинского избили, надели на голову ведро и вышвырнули из ресторана. На следующее утро Ферсанов решил помириться и попросил у зверя прощения. А спустя несколько недель он бесследно исчез. Неизвестно, связана ли пропажа авторитета с инцидентом в ресторане. Казачок вряд ли остались в наше время законники Старой Закалки, соблюдающие все пункты Воровского кодекса. Одним из таких был Александр Бурдейный по прозвищу Казачок. Родился авторитет в 1951 году в Грозном, почти всю свою жизнь провел в местах лишения свободы, считался особо опасным рецидивистом. Корону Казачок получил еще в советское время. Авторитет трепетно чтил все пункты Воровского кодекса, не сотрудничать с государством, не работать и прочее. К ворам новой формации, в особенности к появившимся в 90-е апельсинам, тем, кто купил титул, относился с крайним презрением. В ноябре 2001 года Бурдейный без вести пропал. Есть мнение, что его исчезновение связано с серьезными конфликтами стать нелюбимыми новыми ворами. Не исключено, что авторитет мог поплатиться за свои консервативные убеждения. Александр Кушнер пропавшим числится один из лидеров банды Захаровских, Александр Кушнер. Группировка промышляла в 90-е нулевые в Москве и области. Кушнер начинал с мелкого ракета, затем обложил дань в московские рынки. Вскоре Кушнеры подельники взяли под контроль одну из строительных фирм региона и книжное издательство. Группировка прославилась убийствами столичных бизнесменов, которые не хотели платить ей дань. В 1994 году Кушнер внезапно исчез. Дело о пропаже бандита до сих пор не раскрыто. Вероятнее всего, авторитет был убит своими же подельниками.